здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас необычный эфир потому что мы будем говорить о профессии а весьма востребованной профессии но которая доступна не каждому почему мы это узнаем с вами из сегодняшнего эфира речь пойдет о работе в полиции и у нас в студии валентина николаевна закурдаева полковник внутренней службы помощник начальника муниципального управления мвд россии люберецкая начальник урлс здравствуйте 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 валентина николаевна но мне как рядовому очень приятно видеть полковника да еще такого очаровательного или такую очаровательную но говорить мы будем на серьезные темы потому что мы видим что на сегодняшний день работа полицейского она многогранна то есть очень много всевозможных направлений сложности с этим связанных потому что население не всегда правильно понимает что как и где но как говорят таких случаях когда что-то происходит куда все пытаются обратиться в полицию а значит без вас никуда но все-таки на сегодняшний день мы видим что процесс что называть даже по сравнению есть но я помню советский период очень хорошо да когда концерт посвященный дню советской милиции смотрели все и поздравляли все думали на кто же меня в милиции работает потом был период перестройки лихих 90-х годов где конечно очень много всего было сложностей и сегодня мы уже уже живем в такой в новой россии можно сказать где тем не менее профессия это востребовано и вот первый вопрос кто же сегодня может стать кандидатом кто кандидат в полицейских создавали до решить я буду отвечать значит давайте начнем все таки с того что управление внутренних дел межмуниципальная люберецкая включает в себя много служб и подразделений и общее количество работающих сотрудников органов внутренних дел это 1068 до 1068 на сегодняшний день плюс к ним 104 федеральных государственных гражданских служащих и 34 вольно-наемных на сегодняшний момент у нас не комплект составляет всего восемь с половиной процентов то есть это говорит о том что востребовано да да пусть тем не менее есть возможность туда как-то конечно конечно мы рады мы рады людям когда приходят к нам на оформление вот и поэтому могу сказать что требования к молодому человеку либо к молодой барышни которые собираются служить в полиции это владение государственным языком русским безупречное отсутствие судимостей возраст не менее от 18 лет и более и готовность служить родине а вот такой вопрос в каком возрасте можно стать то есть именно с от 18 от 18 лет а если человек например захочет в 30 лет он может от 18 до 40 лет если позволяет физическое здоровье то есть ради бога а бывали такие случаи что приходили люди уже ну который довольно 30 ну да вот последний вот в 2000 двадцать первом году на службу было принято 104 вновь я имею ввиду 104 человека из них вот возраст от 30 до 40 34 года например вот было два младых человека и 35 один то есть да они прошли комиссию как бы были но это говорит о том что эти люди причем как мы понимаем не зря же говорят 33 года до возраста христа когда человек что-то пытается поменять иногда кардинально иногда может быть мечта потому что я прекрасно помню когда ну наверное во всех школах всегда задавали вопрос кем хочешь быть космонавтом да восьмом классе в девятом теперь в девятом у нас десятом теперь в одиннадцатом до космонавтом но очень часто говорили что хочу быть милиционером ну обследователем вот или там постовым и вспомните какие фильмы были да тогда которые при министре внутренних дел николая щелкови это очень серьезно скажем так рекламировалось все можно таким вот в языком сказать поэтому школьный вопрос можно ли поступить на службу и или как-то какой-то вектор выбрать направление после 9 11 класса после 9 нет так даже для должностей младшего начальствующего состава это от рядового например до старшего прапорщика все равно наличие полного среднего образования обязательно для молодых людей еще обязательно служба в армии обязательно а вот после армии какая-то характеристика нужно обязательно мы берем да с места службы обязательно есть характеристика ну и вот давайте на документах поговорим потому что я помню в мою извините что все время через себя но потому что так понятнее на грани не только я и мои все но наверно по всей по всему советскому союзу после того как человек возвращался из армии он какое-то время получал приглашение от различных служб вплоть до комитета государственной безопасности что вот мы хотят не хотите вы у нас работать сегодня существует такая конечно в том числе от комитета государственной безопасности но и от нас мы работаем в тесном контакте с военкоматом и все люди которые заканчивают службу они у нас есть их данные как кто проживает на территории люберецкого района и даже мы контактируем вот с луховицами за райском с военкоматами да мы рассылаем письма и приглашение конечно мы заинтересованы что приходили к нам ребята которые прошли службу в армии обязательно большая подготовка для нас и все-таки возвращаемся к документам предположим сейчас нас смотрит человек который была пока подходит по всем параметрам какие документы нужно вот предоставить в отдел кадров человек обратившись в отдел кадров управления внутренних дел люберецкая заполняет собственноручно анкету к анкете будет прилагаться все документы должны быть в первоначальном виде то есть никаких ксерокопий паспорт обязательно значит я уже сказала про военную службу значит военный билет и ннн трудовая книжка и документ об образовании до а характеристика какая-то нужно характеристика человек служил в армии с место службы с места прохождения это важный момент обязательно конечно обязательно хорошо а если он до этого времени вот опять же где-то работал характеристика с места работы нужно но мы запрашиваем но в принципе не обязательно есть трудовая книжка где указывается по какой статье человек уволен по собственному желанию либо какие-то были нарекания да поэтому мы как таковое с последнего места службы если это не является гражданской службой там ну какие-то гражданские военные организации то мы не просим но я так понимаю что человек например который неожиданно может быть такой вариант чек служил в армии и решил из армии перейти в полицию такой же тоже вариант не исключен перейти нельзя перейти нельзя надо на долю волицы к нам прийти как вновь принято есть такой вариант я ну да и таких людей же много было вот в двухтысячных годах ну конечно бывшие военные которым подтверждается звание конечно да и немножко проще это на сегодня но они уже знают службу конечно хорошо но и естественно возникает вопрос помимо того что какие-то там документы может быть неправильны а кому вообще запрещен запрещена работа в органах есть такой вот конечно список но не список должны люди сами понимают что наличие судимости и даже погашенных и даже если судимость ну будем говорить закончилась преследование по примирению сторон там либо по амнистии то есть таких людей не берут если человек был лишён прав за вождение транспортом в нетрезвом виде не ни в коем случае да если человек имеет двойное гражданство то есть мы вот сталкиваемся с таким фактом когда люди при советском союзе люди родились в одной из наших республик да и какое-то время прожили потом вот ну развалилась у нас тут новое да на сам получили новое гражданство не наше государство вот например там да человек родился в казахстане прожил какое-то время когда значит вот случилось там случались всякие неприятности люди переехали сюда и ну то есть они добровольно заблуждаются что нет гражданство казахской республики до до юра есть а до юра есть надо выходить из гражданства и приходить только с гражданством российской федерации понятно хорошо ну и я так понимаю что и состояние здоровья состояние здоровья станет и конечно справка это серьезный вопрос медицинская комиссия какая-то проводится комиссия проходится будем говорить дважды во-первых запрашивается обязательно детская карта наличие там травм ушибов и всяких остальных детских болезней обязательно все диспансера проходим мы делаем запросы по всем это нарко это туберкулезные это псих диспансер обязательно до медицинская комиссия по месту жительства где есть рекомендации всех врачей и потом комиссия ввк наша да вот органов внутренних дел где человек также проходит всех врачей с теми документами которые были у него от рождения но я так понимаю что вот эта комиссия как вы говорите ваша она потом на протяжении службы тоже работает потому что но иногда же человека все равно проверяют по ходу мало ли что с ним может произойти есть она работает каждый год как у нас конечно у нас ежегодная для всех сотрудников органов внутренних дел и ежегодная диспансеризация обязательно обязательно и при том когда человек уходит в отпуск до получает медицинские документы на санаторно-курортное лечение обязательно люди проходят эту комиссию обязательно через какой-то промежуток времени психологи и психиатры работают сотрудниками службы тяжело мы как шахтеры по высоту да у вас же иногда бывает ненормит ненормированный рабочий день всегда ненормированный да у нас и потом когда мы отдыхаем у вас идет служба сам конечно да возьмите новогодние праздники конечно вот еще такой вопрос по поводу здоровья тоже есть ну может быть миф не миф что нужно там и подтягиваться и бегать 100 метров q и плавать вот это как или это уже когда ты приступил ли нет при поступлении на службу конечно мы обращаем внимание на физическое состояние если я готова туда обязательно да обязательно обращаем внимание на физическое состояние на наличие каких-то там степеней регалий если человек занимался спортом там в том или ином виде там профессионально или там любительски обязательно да и при поступлении на службу и назначение на должность обязательно мы смотрим на физическую подготовку человека обязательно это играет роль потому что работа настреба выносливости ну еще один вопрос потом сделаем небольшую паузу а вопрос я думаю приятный а для кого-то может быть стать станет главным потому что куда не день никуда не денешься речь идет о как это правильно называется денежное довольствие по нашему это называется зарплата да вот какова сумма ежемесячно потому что опять же тут всякие и мифологизация существует и есть наверное какая-то закрытая информация но тем не менее что сегодня будет и опять это же наверное зависит молодой сотрудник и тогда не что такое денежное довольствие в полиции денежное довольствие сотрудник органов внутренних дел зависит от нескольких составляющих во первых это самоклад во вторых это срок службы да и в третьих у нас есть процентные надбавки за разные службы да и вот на сегодняшний момент я хочу сказать что наше государство и руководство нашего государства обращают очень внимание на то что люди несут службу там в разных условиях на улице да и вы знаете что у нас наружные наряды есть этой ппс и бдд да поэтому на сегодняшний момент зарплата но чтобы было понятно публике которые нас смотрят я не буду говорить словами милицейскими там средний иначе состав старший и всяких остались скажу что от рядового вот до того же прапорщика зарплата где-то от 50 до 65 тысяч да и она может закончиться в 80 это опять же срок службы выслуга там и всякие остальные средний состав это от младшего лейтенанта до майора в зависимости от опять же от должности от надбавок процентных да там всяких наших внутренних внутренних да потому что есть и секретность все остальное за что доплачивают от 60 до 80 тысяч понятно на первом году службы будем говорить что рядовой состав это 50 младший офицер это 60 но потом потом это поднимается все зависит от того как будучи конечно я сделаю небольшую паузу напомню что говорим мы сегодня о профессии и о работе полицейского и в гостях у нас помощник начальника муниципального управления мвд россии люберецкая начальник урлс полковник внутренней службы валентина николаевна закурдаева напомню что эта программа открытый диалог сегодня говорим о профессии полицейского как стать полицейским и возможно ли вам стать полицейским если какие-то ограничения и конечно же насколько интересна эта профессия обо всем этом мы говорим с помощником начальника муниципального управления мвд россии люберецкая начальником урлс полковника внутренней службы валентиной николаевной закурдаева валентина николаевна мы остановились на приятной теме это денежное довольствие материальный материальный до заработная оплата тем не менее мы же прекрасно понимаем что особенно опять же по фильмам по боевикам по триллерам слава богу благодаря может быть и вашей профессии целый жанр и целое направление подарено искусству но какие основные должности вот востребованы вот там гибдд опять же по нашему гаишник следователь вот что куда больше идут люди и где может быть есть необходимость в пополнении людей но могу сказать что знаете вот обыватели думают что где-то интереснее а где-то не интереснее интересно на самом деле в любой в любом направлении деятельности в органах внутренних дел потому что так или иначе все взаимосвязано между собой да и молодые люди которые приходят и говорят там хочу работать только в гибдд это все опять же навеяно у нас или только следователям тоже маша шевцова у нас и все остальное да это тоже навеяно вот у нас наверное средствами массовой информации кино и всякими остальными произведениями будем говорить там культуры искусства натуры искусства да вот как бы вот я могу сказать что такой профессии в полиции чтобы туда никто не шел нет и даже человек отслуживший например ну там например в уголовном розыске все равно через какое-то время он может прийти в кадры и сказать что хочу поработать там в следствии или хочу поработать в участковой службе вот поэтому вот так чтобы сильно что-то востребовано есть романтика кто-то приходит и говорит только розыск или только операм да есть какая-то романтика и мы пытаемся когда на моменте стажерства вот же люди же приходят они не сразу станут можно увидеть как куда можно человек да да и направиться пока человек пришедший в органы внутренних дел и не стал еще 100 сотрудникам он стажер и он проходит все службы по чуть-чуть и смотрит изнутри как работают люди и что интереснее ему там поэтому понятно приоритетов особо никаких нет понятно все уголовные розыск я понимаю всегда заполнен людьми ну есть небольшой некомплект но да есть небольшой некомплект в силу всяких обстоятельств во первых есть так сказать движение когда уходят люди на пенсию и когда освобождаются какие-то ну да да и то есть опера конечно надо подготовить а не бддл популярностью пользуется пользуется конечно пользуется да пользует хорошо какие социальные гарантии потому что мы прекрасно понимаем и вы уже об этом говорили в первой части что но работа помимо того что ответственная она просто иногда связана с жизнью и с леском да с риском для жизни вот как у нас говорят социалка какая у человека который станет полицейским какой он пакет но уже да мы уже с вами говорили о том что это стабильная заработная плата это стабильно форменное обмундирование это ежегодный государственный отпуск до 40 дней дополнительный отпуск за за выслугу лет так на пятом году службы уже добавляется 5 дней к отпуску того 45 уже до 5 лет через нет 5 дней когда пять лет отслужил 5 дней добавляются 10 10 10 можно чем больше служишь тем больше отдыхаешь то есть опять же вот поощрение сотрудников органов внутренних сделала то что у них ненормированный служебный день от 7 до 9 дней к отпуску да у нас бесплатное медицинское обслуживание у нас санаторно-курортное обслуживание от немножко подробнее о медицинском обслуживании я так понимаю что это как как это называется ведомственные ведомственные поликлиники поликлиники да 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 обязательно но те осмотры о которых мы говорим а то есть все время как бы хочешь ты или не хочешь за твоим здоровьем следят тарная часть гвд московской области у всех всего всего всей московской области находится у нас на метро войковской да и поэтому там вот и военно-врачебная комиссия находится все специалисты там же находится госпиталь один из госпиталей их всего три на территории москвы и московской области вот и различные вот у нас санаторно-курортные организации которые находятся и на юге и на севере во владивостоке и подмосковье для всех вариантов отдыха для сотрудников и членов их семей вот и членов семьи тоже хотел об этом говорить потому что работа вырывает их из семьи они же часто поэтому есть вас за членами семьи мы тоже ухаживаем то есть это и первоочередная у нас первоочередное направление в дошкольные учреждения это ясли детские сады в школьные учреждения да вот есть у нас и курсантское образование в ленинграде для тех кто ходите сотрудников конечно ну то есть идет такой полный комплект защищен у нас обязательно медицинское страхование жизни здоровье люди на службе ну там ломающие ноги руки они получают компенсацию не дай бог не дай бог если что-то там не так давно умер сотрудник органов внутренних дел помощник дежурного тостахов да то есть он заболел во времени во время прохождения службы а вот осталась жена и родители мама с папой вот порядка семи миллионов хотя ну то есть его не убили там не получил огнестрение ранение просто от заболевания человек умер молодой ему было 38 лет то есть порядка семи миллионов выплатили вот страховку родственникам молодцы да это конечно да да учеба бесплатную университет академия предоставление учебного отпуска полностью оплачиваемого то есть если человек хочет идти дальше нет проблем и же образование вот кстати давайте поговорим по поводу образования мы подошли к этой теме можно ли как вот идет процесс поступления в какой-то выше учебное заведение хочу обратиться ко всем жителям люберецкого района что в данный момент идет набор детей учащихся 11 классов на обучение в университет мвд который находится в москве их несколько филиалов по стране там в разных городах и в краснодаре есть и в ленинграде в санкт-петербурге да мы вот набираем московский университет мвд имени кикотина волги на улице волги на хоть то есть это высшее образование это высшее университетское юридическое образование да то есть надо обратиться для того чтобы поступить в университет вот деткам до который сейчас заканчивает 11 класс или кто учится в десятом значит сентябре следующего года можно будет прийти до нужно будет обратиться в отдел кадров управления к вам котельническое дом 7 до где также заполняют анкету дети где им рассказывают приоритеты по сдаче егэ и какой был вот прошлом году был 165 по моему проходной балл в университет мы также проходят военно-врачебную комиссию они мы собираем дело и отправляем для прохождения аттестации уже туда то есть это вот такой путь когда не нужно ждать 18 лет а как бы потихонечку входишь в профессию плюс получаешь общее образование будучи совсем еще до юным человеку становишься курсантов курсантом это бесплатное образование там тебе с первого года обучения платят стипендию на первом году по моему 15 тысяч к последнему она уже 30 лет идет обучение 5 лет лет 5 лет до 5 лет сант в университета мвд считается выдается форма да все доме что закончил человек университет вот он выходит конкурсантом или же лейтенантом нет он выходит лейтенант лейтенантом и дальше он уже может прийти к вам им заключается контракт на пять лет он обеспечивается работой в соответствии с тем факультетом где он учился вот в этом году к нам придут по моему 14 человек выпускников университета мвд то есть с ноября месяца я уже готовлю для них рабочие места до готовлю там необходимые документы для назначения сюда к нам то есть вот они в конце июля придут напишут заявление в конце августа выйдут после отпуска уже на службу то есть получается что человек начиная ну школа да мы ее тоже рассматриваем как некий институт который помогает человеку улучшать свое знание потом университет и он становится получает общие необходимые университет первоначальные знания для работы в внутренних дел плюс такое не всем дающиеся юридическое образование что важно да и после этого он уже абсолютно застрахован уже место для него готова готова кара еще практически не выпущена да тоже готова и сейчас вот пришли к нам дети которые учатся на пятом курсе на пять с половиной месяцев проходить практику именно в том подразделении где они будут работать то есть практика у вас тоже есть конечно все они кто кого мы направляем от себя учиться все они со второго курса приходят к нам но там на разные промежутки времени на месяц на две недели на три месяца и вот сейчас на пять с половиной месяцев они пришли выпускники вот эти вот будущие пришли к нам на практику и все приходят или все-таки некоторые приходят практически все есть форс-мажор когда там девочки выходят замуж участвовать сети да и там переезжают куда-то на место жительства конечно мы идем всем на встречу или молодые люди женятся вот сейчас молодой человек вот к нам пришел то есть девочка у него из того же университета она не с москвы не с московской области конечно мы пойдем на встречу если они там выберут местом жительства другой регион он туда переведется и также у него будет контракт на пять лет это жизнь вместе работать конечно кстати мальчики девочки вы сами вот вспоминали да что и кино сегодня создает такой образ последнее время если в кино нет женщины следователя хотя бы и либо главный должен быть следовать главной героиня до либо вот участница какого-то проекта то это вроде как уже и не детектив вот насколько сегодня и мы вспоминаем да с вами когда девушки там юнармия обращалась в министерство обороны и к президенту что вот мы тоже хотим в армии служить но по желанию насколько много девушек приходит женщин вообще никуда это да это я к этому об этом в любом даже любой сфере деятельности но насти вот 14 лет я в кадрах а да есть конечно приоритеты для молодых людей большие большие приоритеты но все-таки 23 процента 23 процента в органах внутренних дел и в том числе в люберецком управлении внутренних дел это барышня а как-то отличаются будут какие-то условия того что там же уважив все иногда по команде все строго и никаких условий нет если вы пришли служит я пришла служить кто с меня спрашивает строевая есть подготовка как а вот всегда многие интересуются что это как-то человек с работы назначается время когда он должен сдать какие-то вот эти вот нормативы у нас есть целая группа о профподготовке она называется она находится в той же в тех же кадрах у нас есть и стрельба раз в две недели и физу раз в две недели и занятия по изучению нормативной базы которая меняется там толкование развода и законодательства разные конечно мы проводим занятия конечно мы бегаем прыгаем заламываем руки и с собачками и с ножом и с собачками и девочки и мальчики все одинаковые никто у нас не смотрит на то что положено дежурить значит выходят дежурить как положено по графику вот вы знаете сейчас завершаем уже нашу программу как раз февраль март 23 февраля 8 марта этот случай когда оба праздника к вам имеют отношения как всем сотрудницам ну и конечно же 10 ноября это ваш персональный раз огромное спасибо очень интересно рассказали нам о том как стать полицейским уверен что как кто-то заинтересуется и ждите пополнение ждем до город люберц улица котельническая дом 7 а 4 или 5 этаж спасибо огромное у нас гостях была помощник начальника муниципального управления мвд россии люберецкая начальник урлс полковник внутренней службы валентина николаевна закурдаева спасибо большое это была программа открытый диалог до свидания